вот по утрам мы всегда читаем слово божие вот к нам гость приехал за гидолина рафиль как интересно вас имя было райхан и как близко сошлось название то почти первый раз встречаю и чтобы вот так среди зимы ну чего же декабрь идет и чтобы приехала женщина отдельно мы никому не разрешаем нас по уставу написано чтобы человек не заблудился не замерз потому что уже два покойника есть только не возле нас там другом месте он сел один и бурга тут на станции у нас нет ни одного строения в ночи в какую сторону идти не знает но летом он поставил палатку от приезжал игнатов сергей отстоял а так как только под присмотром не шага в сторону так давай евангелие от я на 11 глава 4 по 6 стих иисус услышав то сказал эта болезнь не к смерти но в славе божией да прославится через нее сын божий иисус же любил марфу и сестру ее и лазаря когда же услышал что он болен то пробыл два дня на том месте где находился эта болезнь не к смерти толкование не иначе если внимательно всмотришь а то болезнь я не была к смерти такой какой умирает многие то есть к смерти долговременной но при временной и продолжавшейся четыре дня к славе божией прибавил да прославится сын божий ибо слава бога то есть отца ничем не разница от славы сына следовательно и сын есть собственно и истина бог также как и отец ибо у кого одна слава у тех одно и существо посему то господь и остается столько времени что началось уже разложение и сама сестра говорит что уже смердит 11 глав 7 по 10 стих после этого сказал ученикам пойдем опять в иудеи ученики сказали родби давно ли иудеи искали побития камнями и ты опять идешь туда иисус отвечал не 12 часов во дне кто ходит днем тот не спотыкается потому что видит свет мира сего а кто ходит ночью спотыкается потому что нет света с ним толкование блаженного филакта объявляет вперед чтобы они не смутились неожиданностью если бы он внезапно повел их в страну в которую те они боялись так как они боялись из-за него ибо не имели еще совершенного познания о нем и боялись за самих себя и так говорит доколе идет день то есть пока еще не настало время страдания вы не спотнетесь ибо не встретите гонения от иудеев ни другой какой-нибудь неприятности а когда придет ночь то есть страдания мои тогда вы сметенные соберетесь в одном домике из-за опасений иудеев с того времени вы будете испытывать скорби и болезни и много озлоблений и неприятностей когда я свет не буду уже с вами жить телесно то обоймет вас ночь скорбей с 11 по 16 стих сказав это говорит им потом лазарь друг наш уснул но я иду разбудить его ученики его сказали господи если уснул то выздоровеет иисус говорил о смерти его а они думали что он говорит о сне обыкновенном тогда иисус сказал им прямо лазарь умер и радуюсь за вас что меня не было там дабы вы уверовали но пойдем к нему тогда фома иначе называемый близнец сказал ученикам пойдем и мы умрем с ним толкование я иду не затем зачем ходил прежде чтобы ожидать опасности со стороны иудеев а иду разбудить друга ученики желая удержать его от путешествие туда говорят довольно если он уснул если уснул то выздоровеет посему нам не нужно ходить ибо нет необходимости хотя господь говоря о лазаре для того и прибавил друг мой чтобы показать необходимость быть там но ученики утверждают что посещение его не нужно так как он может выздороветь и от того что уснул еще более говорят пришествие твое не только не необходимо но и вредно для друга ибо если сон как нам думается служит его выздоровлению а ты пойдешь и разбудишь его то ты по препятствующего выздоровлению и так не нужно ходить и будить ибо это вредно ибо сказав что лазарь умер господь не прибавил пойду воскрешу его в то же время господь учит нас и тому чтобы мы не были поспешны к своих обещаниях всякая смерть есть сон и успокоение как нам легко разбудить спящего так и еще в тысячу раз более для него удобно воскресить умершего ибо если бы я был там я исцелил больного чудом было бы и это но оно показалось бы мало силы моей а теперь когда меня там не было и последовала смерть лазаре а я пойду и воскрешу его вы должны более утвердиться в вере в меня ибо увидите что я силен делать то чего прежде еще не явил именно воссозидать и воскрешать мертвеца уже разложившегося и издающего огневой запах когда господь сказал это и доказал ученикам необходимость своего шестью в евдею тогда фома бояшимся более прочих говорит пойдем и мы умрем с ним ибо эти слова выражают не бодрость а страх и малодушие чтобы и прочих соучеников приостановить он напоминает им о смерти и намеренно прибавляет умрем говоря как бы так и мы глупые безумные и заботящиеся о своем спасении жизни пойдемте чтобы умереть с ним пусть он недорого ценит свою жизнь поэтому и мы должны быть поэтому и мы должны быть неблагоразумны такие речи приличны боязливому но посмотри на него впоследствии он как апостол заклан был за истину благодать божия так укрепил его что и к нему можно приложить слова апостола павла способность наша от бога 2 коринфянам 3 глава 5 стих и не я но благодать 1 коринфянам 15 10 а оригин говорит о фоме нечто похожее на сон фома говорит он узнав пророчество о христе и вразумев что он с душою сойдет в ад для освобождения душ когда услышал что господь идет разбудить лазаря то подумал что он может разбудить его то есть освободить души его не иначе как если сам отложит тело и сойдет в ад как это за умно начинали решила просто уснул а то уснул теперь понимает спи дорогой брат это говорим когда умер теперь мы там где-то с ним то есть это дом умный очень был оригин и поэтому хватал туда где чего нет и в конце концов церковь его запретила его нигде как среди отцов нету а у него учились и василий великий то есть это он учитель учителей был и наконец начал мудрить и относительно вечного мучения собор заседал и признали зловредным ересь и прочее надо держать всегда золотую середину святые отцы называется святая середина а это нет хватило он дальше борется с похотью не мог бороться лекарство есть и одно действенное не так и дорогое чтобы не было похотения лучше жениться чем разжигаться все женись плоди детей выращивай и и все остальное а они так он взял сам себя кастрировал едва не умер это вообще даже не придумаешь и и притом это было там яков такое житье святого якова но и едва едва выжил и настоятель его выгнал выгнал из монастыря но там плакал деваться то некуда у него вообще ничего не было тогда разрешил монастырь войти но там какой-то угол был монастырь и агра даже вокруг это стена и там где-то в репьях там и прочее и одного старого человека только за ним чтобы ему привести есть и чтоб тебя никто не видел такого в глаза нету то есть очень строго смотрели на это бывают скобцы которые скопили сами себя и стали понимать это буквально это членовредительства это категорически запрещено везде есть средства божие и тогда все споры отпадают когда по божии делают а по божии делаю тогда когда бога боятся прямо говорится чтобы не согрешать один выход жены приятное лекарство такое недорогое нет у пахомия монастыря 11 тысяч человек мужиков отдельно 11 тысяч и вот начинают пошел за водой послали юношу но за водой в колодец почерпнул приходит очень а я согрешил какая-то там бабенка была уже свихнулся и кто у колодца как кошка с и город посылает возвращается я с еврейкой познакомился там был у нее согрешил то есть это только пишут это только нам уже дошло а когда не пишут а мы живыми сейчас и романах а мы гумен архиерей уехал приезжает он ее женился да мало того разозлился на него давно в архиерея стреляли это мы только что знаем это не раз не два а то сейчас он патриарх показывает этот пиларет денисенко у него большие дети когда и жена там же но сейчас сегодня не женатый вертипископ это уже достижение ну конечно далеко это не все это поступает но однако почему это откуда взяли то а тот конечно лучше если один мы всего никаких обетов надумал жениться женился все все с какими-то такими вы крутасами это обеты дают постригает его он ползет я тебя постригать не буду это когда постригают и епископа и кто там делать бросает ножницы ножницы по полу катится он за ними ползет только ползти на животе не на коленках а на животе по пластунски вот как в армии это когда глядят теперь он ножницы постриги ему теперь он снова бросает до трех раз он ползет и вокруг народ стоят и все смотрят в храме он ползает я здесь видел как принимают монашество в монахи охота потому что кандидатура в епископе это карьера это все они так а потом совсем немного прошло времени один такой приходит как еще делать тут полюбил девчонку и а кто тебя толкал на это но вы против монашества я не против я за что вы не паскудничали там зачем она это давать не надо это один живи один трудись неженатый заботится о господнем вот и павел не сказал что в монах чего придумали то и что он неженатым дал обеты какие-то нет нет ничего он просто мне нравится как было у или совета это родной сестры жены царя николая 2 или совета федоровна у нее монастырь была она настоятельница и у ней были марфа-мариинская обитель они все остальные там больницах работает ни одна обет не придает и вот она ухаживала за днем она много оторвала на первой мировой и она матушка я вот полюбила он с темен меня в деревню зовет ну матушка бог с тобой поехала а если приняла монашество никак это все блуд пока не разойдется ему не причащаться ничего не надо это через это пала тысячи одиннадцать тысяч мужиков по хоме а вот через река на той стороне его сестра три тысячи монахинь и вот она во сне видит конечно как ее целый рыцарь там приходит ворует вот так сказать и те там изнывают и помирают и при том да такие въедливые они у него монастырь и он пришел ну как у вас свой очень у нас такая беда какая беда-то у вас за стенами да нет тут там черемуха еще растет за дерево дерево и она там одна работала вторая монахиня третье из деревни мужик идет подошел а вам портные не нужны да нет у нас вот рядом монастырь мужской там что надо сошью да и мы сами все шьем ну ладно все пошел а другая то видела и когда между ними что-то случилось на а к тебе мужик подходил портной да что он подходил то это при всех же было поговорил а подходил я видел как ты на него смотрела ну что смотрела то она при она ее заела то и она удавилась она не выдержала это а так когда узнала то бросилась в реку и сразу два мертвеца да какие они были одно слово сказал не по мне все когда узнал а он ахнул это что творится так ты же довел до этого то почему ты их не переженил то остальных не выгнал то нет стоял на этом ну и дальше что 7 лет никто не будет причащаться там 7 лет ни один не причащался но наказание соответственно и было но почему дальше не говорили однажды несут они хворост топить сядет и он стал остолбенел с хворост уронил и стоит ну как и серафима было серафского он впал в прострацию бледный стоит его за руки там вы вывели и он стоит и не знаю что то есть он в экстаз впал в этот как говорится за ту сторону заглянул но тут-то другое совсем и он брал работал и вдруг братья все знают это его любимый пахоми что-то он видит и когда у него это прошло все он видел смотрит монахи стоят ой-ой-ой что я видел очень а что ты видел да боязно сказать что я видел глубокий глубокий ров вот там тьма непроглядная и монахи все там сидят и они в тюканате друг друга бьют лбами некоторые пытаются выкарабкать только отдельные личности вылезли отдельные а это 11 тысяч мужиков да это проповедников было да никакого ислама в помине не было ислам явился на шесть столетий позже они дошли вон куда смотри узбекистан казахстан киргизистан они дошли но у них проповедь была простая а у вас тут православные были были а у них тут православных ведь одна жена у нас разрешается 4 они блудники все а у них у православных лошадей не едят а у нас лошадь можно есть все и они все народ то совершенно ничего не знал приняли но теперь назад ходу нет обрезаться надо если ты обрезался и поешь православным хоть где найдем убьем и все вся религия вся проповедь мусульман закончилась у них больше ничего не было 72 битвы провел мухаммад там караваны грабили когда и только две были защита остальные нападения нападали грабили нападали это все все описано это не я выдумываю звезда востока при советской власти выходил журнал для мусульман и там какие битвы когда были и там как они много грабили караваны убивали там все всех на колени кто принимает мусульман не принимает вот в афганистане было так не принимаешь сихир башка ну какая же это вера сейчас говорит аман тулиев там выступил о христе говорит такого человека никогда не было то есть мусульман где-то и там заседает верховная шура какая где в чечне других местах где ну говорят там любыми путями он сколько лет он глава кемеровской области найти и убить у них больше ничего нету да как так а в библии написано если даже лежащий на одре твоем на лоне твоем на лоне и скажет пойдем другому богу служить да поразит рука то есть они берут все по ветхому завету не надо удивляться моисей и мухаммад они прорубались мечом только а христос пришел кто берет меч от меча погиб все по другому кто ударит правую играть тебя щеку вот понимаете вправо это ударить нельзя подставки левую да об этом человек никогда не слышал ни одной проповеди вот он стоит я его ударю как ударил то я ударит а в левую его все левша так а так ударить что за этим кроется то но почему сказано что ударит вправо то есть сзади тогда сзади я подойду ударит а вправо если сзади то что в этом есть это простое слово но сколько за ним когда я это говорю я против монашества я говорю двумя руками за монашество мона один заботиться о господнем а женатый как угодить жене а я в скобках да блин никогда и не угодишь не замужья заботиться о чем не замужку господу а замужья как угодить мы уже в скобочках никогда ему не угодишь ты хоть его горность верни золотые как у нас мать говорила горит не угодишь горит делом не угодишь и телом вот и все и ты на все с должен смотреть глазами священного писания дух святой открывает вот мы находим пример или совета она канонизирована подражание есть нету ни одного не монастыря ничего нету чтобы отдельно живут ну пожалуйста живите девица пожалуйста но не надо обещаний никаких не связывай как богу угодно иные если в миру живет а живет как монах по монашески живет такие они пишет в канонах где-то с таким исследованием когда принимают и прям сразу а другим испытательный срок три года там и а вот андрей кураев говорит и монахи охота но я тебя постригу давай допустим я имею право допустим вот как к примеру значит то и то имение дома нет дом закладываешь монастырь отдаешь они все отдают он бомжом делается ему одеваться некуда дальше я буду над тобой я скажу три дня не есть и ты обязан выполнить ты мне не угодишь не объявляя причины я тебя выгоню и ты на вокзале будет скитаться вот тебе ножницы будешь постригаться нет ты даже не знаешь куда ты лезешь то он пришел а что я делал да ничего не должен уже надел хаму ты богу обещался при епископе при всех дальше нет я тут не преклонно на это стою не выдержал пошел к ней свататься она ему отказала парень видны там такое голосище отказала там смотрю на нее на девчонка то такая чё он к ней так и почему она его отвергла ты не знала он крутой его уже до этого диакона поставили и что-то там в алтаре было у него ходили с углями как тому за лимониным ходилом то и все потом все оставил ушел ушел такой голос кончил консерваторию до такой там бас или у него я не знаю там это маленько пониже то баритон белорусский театр приняли как нас впервые такой баритон я могу сейчас включить он поет где отрекся мы с ним встречаемся отец священник у него мы сидим на диване грунты хоть веришь как еще никакого бога полностью все потерянное нарушите монашеский обед это смертельно уже выхода нету или ты разводишься тебе и пить имя и дальше вот какое какую беду построили он увидел этот ров темный в котором они там бьются почему это нигде не говорят только в житье написано так этом димитрий ростовский написал о чем он не писал то он ошибался иногда там скрывал он говорит прямо сам об там говорит я горит ленивый говорят о себе ну за утренний то уже ударили я решил маленько тут еще минут 20 поспать то и в это время я увидел ему сон они засны хватались прямо писание библия святая сейчас везде долбит библию она неправильно там находят оборони бог хоть одно слово неправильно 4 духовной академии переводили двое уже канонизированы филарет дроздов и макарий глухарев алтайский миссионер миссионер настоящий 475 только человек у него пришли язычники они же аэроты я не знаю как их отличает которая приходит оттуда здесь у них то они как-то отличают у тебя корову могу отличить от корова вещах они все одинаковые как отличить я смотрю китайцы все одинаковые ну может маленько счета там а они смотрят на нас а как они русские друг друга отличаются но это так и вот у верующих жизнь она наполнена наполнена поиском совершенствованием мне бог дал знания я считаю разумею святых отцов и каждый рассчитай как будто первый раз держу столько всего сокрытым а я свои стихи считаю сейчас 4 тома выставил всех стихов выставил уже сегодня последний том завтра еще одну книгу выставляю я считаю стихи ну-ка никита иди почитай читаете как будто первый раз вижу столько там заложено почему благодать божия бог дал открыл твоя рука написала движимый духом святым и вот и никакой роли не играл сосуд труба через которую звук раздался а причем труба как это светлана копылова поет там про кисточку слышали кисточки есть такое не поет художник один был знаменитый как у него картины на акционе росли я могу включить здесь даже потом показать это но и однажды встретил девушку красивой он не мог удержаться чтобы не нарисовать разреши нарисую тебе нарисовал она посмотрела картинка как будто сфотографировал хорошая у вас кисточка причем тут кисточка это я да нет ты сам кисточка в руках божьих да нет я углем могу углем черным могу изобразить ясный день будет сиять я могу это сделать и белилами так покажу мощь что ты будешь понимать что это ночь но то начал рисовать ничего не получается у меняет краски полотна и он упал и выл и катался все отнято и теперь где-то там на задворках какой-то хижине живет и повторять все мы кисточки в божьих руках бог дал у тебя смотрю ты как там у тебя свои дела муж там дети внуки и среди зимы у вас то более теплые там климата вырвалась и сюда приехала это чего-то стоит понимаешь ты у нас среди нашей будете как историческая личность прорвалась и приехала до человек другой национальности до бывшего сектантов свидетелей и уговы эти свидетели сторожовой башни их правильно называть они никакие не свидетели и уговы ну все одно на другое это конечно для нас событие мы очень рады вы для нас будете как украшение на нашем торжестве завтра что 20 лет мы здесь вот это вот то что господь мне дал выйдешь выйдем на улицу видишь какая елка растет деревья тут она даже виноград есть эти вот дома я не строил мне просто оба дома отдал ну хотели так как договор я буду считать все пределах 100 квадратных метров я даже не поверил 100 квадратных метров а у меня 12 квадратов нам молиться не было а получил 226 вот это вот и вместе два дома 226 квадратных метров я все документы был мэр города который погиб прокурор края тут все были участник один ответ в шоу суд надежды никакой не было и бог показал ну что ничего нет и теперь раз какая-то женщина женщина амелина фамилия то какая то можно не русская москве сколько не заказывал нигде не могли найти в президиуме верховного суда ссср и она сказала там все безобразие кочей сладкиным что решайте заново вы отняли даже вернуть и машина пошла другом прокурор края был заменен там друг у всех это и по новой и я выиграл суд и мне от суммы которые они должны 11 миллиардов должны были только одну двухсотую часть но этого достаточно было чтобы от это получить потому что рассчитывать все было нечем виновное сделать городская администрация отвечает а она меньше всего учителя была через нее конфискация а кгб в стороне а мне разницы нет и бог опять дает женщину одну она судебный приступ она пришла там где-то городской администрации год арестовую все счета ни один учитель не получит ни денег бюджетики ни один там какой судья никто пока не рассчитайте сладкиным а денег в казни это все одно к одному но они бы дали мне там я выиграл 56 миллионов какие же деньги то ты сегодня посмотри сколько это стоит мы тогда мы пошли на это и тогда уже привезли меня и осмотрел все согласился это не жилые были помещениях надо в жилые целый год и все бесплатно это огромные деньги глава администрации городской самоуправления этого мэр города буквально за руку меня водил бывший партор завода большого какое я к нему отношению он прилепился душою бог сделал и все сделали две домовые книги у меня притом в этом я не вложил ни рубля ну конечно мы тут склады построили вчера привезли там кто-то одной умер отец и там столы и там проще а где бы я у меня там нигде не было тут у меня складов затащили не заметили даже и для детского высоты и книги особенно когда приходили книги то это 30 килограмм полный комплект умножить на тысячу тысячи экземпляров это 30 тысяч 30 тысяч на 30 тонн тонн так еще переиздание было сколько-то фактически целый пульман вагон это только то что я издал и заплатить ничего денег нет минимальная пенсия сейчас посмотрел этот сегодняшним деньгам миллионы большие как с неба раз выкупил книгу опять ничего нету как книга выходит опять кто-то приходит представляет некоторые даже знать не знаю ни разу не встречался а у меня тогда было кажется 4 тысячи 3 тысячи а там-то нужны так какие деньги и откуда не посмотрю одно чудо одна благодать а люди которые не знают там бывает это там православное где-то они на меня нападают это буквально воют вокруг ну все ну у них ничего этого нету ничего нету и поэтому он хоть профессор там где-то говорит священник популярный там то другое но с него и спрос будет особый у него этого нету я они сидят за столом все время беседы за столом под одними часами а мы показываем где мы там и купаемся где работаем где встречаемся где играем где пруды делаем копаем колодцы чистим у нас мы снимаем чтобы показать как можно в этом раздрае жить благодарить бога не проклинать правителей и молиться за всех видите мы произносим имя эрдогена турецкого амана казах казах для нас все дороги которых мы знаем нам бог дал вот это барнаул отличается от других мест называет это как-то межконфессионально там собирает религиозные деятели хорошая обстановка у нас вражды никакой нету совершенно мусульмане буддисты тут разное-разное и мы как будто бы просто живем и живем каждый свое дело делает а других то местах там флаги как враждуют там и убивают и не там храм построили как в казани даже среди татар там война идет а у нас этого нету в чем-то другом мы проигрывал тут самая низкая зарплата в стране самая низкая но и не жили жилища тоже самая низкая цена видно так она как-то почему так не знаю но надо принимать как данность изменить еще нельзя я тебе не отказывал приехать я тебе говорил ты маленько не послушаю там я говорил ничего с собой не вози никаких подарков а вы говорите это у нас так принято я это знаю принято но мы не нуждаемся и при том блажение давать ехал дорогой и нас я ехал с ребятишками племянниками во фрунзе поезд на фрунзе идет ну там киргизы живут но они казахом как-то ближе чем к русским то а он проводит здоровый такой а я с ребятишками и кто-то зашел то ли знакомый ли кто он подошел прям рядом с ним общий вагон то ну а ну-ка уходи отсюда и кого положить и меня выгнал оттуда двумя ребятишками а этого положил а и тут же проводница такая маленькая тоже киргизская видно жена его но я ничего не стал говорить вижу он это не пьяный трезвый но еще сказать я когда пришел и пошел резерв проводников где они там числятся я говорю это у вас как так у меня куплено билет я с ребятишками еду среди ночи подошел меня вышвырнул куда-то в конец туда почему так какие-то проводники разве так можно но они там это я попутно взял еще и написал письмо щенгиза айтматов у них был писатель проходит какое-то время я не знаю сколько и видим они там это письмо разбирали и его как зажали из работы из работы так выход был он видимо посоветовались он приезжает ко мне на другом месте был стучиста в дверь я дверь открываю он стоит вот тебе на а он принес вот такие два балыка огромные рыбы рыбины нужно чтобы дать телеграмму щенгиза айтматова другим что я у вас был что у меня-то на работе то восстановили где-то ну и правда слушал все внимательно и мы целый день с ним ходили вместе вот довольны и довольны я вру рыба то зачем мой нельзя по-другому никак ну ладно рыба осталась или на работу видимо приняли видите как и надо сказать было и в то же время дальше уже не надо ну мне какая разница работает не работает но то что вот помогли и он так ясно делал что больше так делать не будет зачем ему это надо и он мужик как будто бы совершенно не он делал такой добрый такой хороший ну они хитрые бывают это вот у нас здесь есть одна казашка михайлович выступаете слышали не слышали я вам покажу вот это оратор дагестанка а дагестанка а на дагестане вы слышали видели когда она там выступает перед женщинами говорит я сложила бумагу кладите сюда олигархи-то много наворовали денег они там ковры в детские сады она говорит о ней какая речь как она поставлена вот так а тут я еду ну видно меня какая азиат и там называет себя из нас требует а куда я детей дену все закрыто везде это родина моя а то столица нашей родины москва там она билет уронила то ли она в партии ли где а милиционер за что такая партия есть такая партия но на боевая такая вот если бы она была рядом можно было христе рассказать а так еще сделаешь ну вот так на сегодня я утром занимаюсь мне тут почты я с вами вы сейчас пойдете домой домой то есть за стенку на я же василины остальное вам расскажет отдохнете потом придете ну часам десяти сегодня суббота в 4 часа у нас батюшка тут будет богослужение завтра у нас утром и здесь не молимся сами по себе молимся а так она сюда 6 дней приходит мы и все остальное вообще готовится все надо записывай запоминай я тоже очень благодарна вам я благодарна вам каждый раз молю по рада благодарю бога за вас что вы меня привели православие в истину что вас увидела господа спасибо она говорит думать что я умру горт и не встретим но сейчас он себя буду к и давать надежда васильная все отдохните потом позавтракайте и все остальное я сразу отхожу от вас вот это сейчас все я здесь заканчиваю вот у меня снова посылает симфонии новый завет вот сколько он здесь это просмотр на странице скачки все выключаю все выключаю